Это год или полтора года назад мой отец в молитве почувствовал то, что такой период закончился уже. У него или у вас? Ну у нас вся семья, как бы у нас семья четыре человека. Да, классно, у вас такой отец, он может так молиться. Ну в принципе и вы год назад или полтора тоже подтвердили то, что... Да, и сейчас подтверждаю, что лучше, да, сейчас у вас период. Ну мы все молимся, не только отец. Ну вы тоже классные, без всякого сомнения. Ну у нас за год или за полтора фундаментальные вопросы. Нам просто очень... то есть отцу очень много денег должны, он должен. Вопросы с жильем, вопросы моей личной жизни. Ну то есть вот эти фундаментальные вопросы, они так и не решили. В этом мире все приходит само собой. Когда человек пристает беспокоиться, он просто живет, имея то, что ему Бог дал. И все постепенно налаживается, приходит. Но когда человек сильно беспокоится по поводу того, чего ему Бог еще не дал, это беспокойство уменьшает его возможности. Вот другими словами, вы идете, когда в магазин за хлебом, надо идти спокойно. Не важно, где он находится, далеко или близко. И тогда вы обязательно дойдете. А если вы начинаете беспокоиться, есть факт, что вы психанете и вообще не пойдете туда дальше. Ну то есть это нам просто надо... Не то, что мы... я просто думаю, что может быть мы что-то не понимаем. Всегда люди, когда чего-то хотят, они идут в этом направлении, в своей судьбе идут. Просто надо спокойно идти. Бывает близко, а бывает далеко то, что ты хочешь. Вот отдавать долги, допустим, и взять братья. У вас достаточно близко по судьбе, а квартирный вопрос чуть подальше. Но все равно надо идти постепенно, и все наладится со временем. Олег Геннадьевич, а по поводу моей личной жизни, я постоянно... Ну, я не уделена мужским вниманием, и постоянно с кем-то знакомлюсь. Но, смотрите, я чувствую то, что один мой человек. И так складывается, ну то есть я веду себя себя неправильно... Неправильно? Правильно. Ну то есть по вашим реакциям, или только по вашим. То есть я не строю личные, ну как бы близкие отношения. Ну а какой бы ваш человек, по вашему мнению, как бы он... Я... Ну... Ну, в смысле, а рептилизовать его? Я могу его рептилизовать, я же песню включал, как бы... Вы вчера были на лекции? Да, была. Ну я же включал, чтобы не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Тещу мамой называл, там... Спиртному равнодушен, в беседе был нескушен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Ну, Олег Игнатьевич, а я просто в молитве чувствую то, что... Ну, это значит иллюзия, что я чувствую в молитве? Конечно. Потому что в молитве человек должен учиться чувствовать правду, а не свои мечты. Мечта — это всегда иллюзия, и это всегда капкан в жизни человека. В молитве никаких не надо вопросов задавать. Не, вопросы можно задавать. Просто если ты, ну, как бы, доказываешь Богу в молитве, что тебе нужно вот это, и что это правда, он согласится. Ну, просто когда я ознакомлюсь с молодыми людьми, я действительно стараюсь, даже если он мне не особо нравится, я действительно стараюсь им как-то выстроить отношения. Но, там, допустим, они заканчиваются, вот последние отношения... Почему они заканчиваются? По какой причине? По вашей или по его? Нет, ну, вот последний я, молодой человек, мне сказал то, что ему надо жить вместе. Вот. А я ему сказала, что я без росписи не буду жить вместе. Но мы там всего несколько месяцев встречались, вот, и... Ну, он мне так сказал, что... В течение года вы встретите очень хорошего человека, он не будет соответствовать вашим полностью критериям, но он будет очень хороший. И если вы за него выйдете замуж, то вы будете счастливы. Все? Вам достаточно со мной говорить? Или еще? Спасибо вам, что слышали. Добивалась от меня эта информация. Причем, как бы, у каждой женщины есть два типа недостатков природных, которые ничего не сделаешь, не изменишь. Она даже, если сильно работать над собой будет, она все равно это не уберет. Первое. У нее есть характер, характер. И вот какой у нее есть характер, такой и будет. С этим ничего не сделаешь. Она может работать над собой, но характер все равно останется таким, как был. Вот. И второе, что у женщины есть, это определенный тип желаний, без которых она жить не может. Ну, как бы, и поэтому мужчина, он, когда выбирает себе жену, он не то, что, как бы, да вот, а мне нравится личико, круто. Вот не поэтому надо выбирать. Пообщайся с ней, посмотри, ты тянешь характер или нет. Потому что женский характер сильнее мужского всегда. Женщина психически всегда, ее давление психическое у женщины всегда сильнее, чем у мужчины. Если мужчина заметил, у меня что-то какая-то она вообще, с ней не справишься. Это значит, ты узнал, что она женщина. Если хочешь справиться, иди мужчину себе выбирай. Там в Европе сейчас много таких желаешь. Вот. А женщину, если выбрал, то должен знать, что ты с ее характером не справишься. С ним можно только договориться. Если ты нежно, ласково с ней себя ведешь, она сама не будет тебя убивать своим характером. Она как бы будет снисходительна к тебе относиться в этом плане. Понимаешь, что как бы так сильно эмоционально с мужем нельзя, потому что он инфаркт, будет инсульт. А он мне нужен тепленьким и живым. Вот. Ну, то есть будет по-доброму более-менее. Это первое. Второе. Если ты выбрал себе женщину какую-то, ты разберись. Есть, без чего она не может жить. И у каждой женщины это есть. Вот, допустим, некоторые женщины не могут жить без того, чтобы побыть в тишине. Ну, то есть, другими словами, им надо, чтобы ты рядом не был какое-то время. Вот у меня такая жена. Классно, я уезжаю на лекцию, она в тишине. Вот. Ну, то есть мне подошло, подошел ее этот, как бы, каприз. Ну, то есть, вот ей нравится вот это в жизни. Хочется. Другая женщина, допустим, ей нравятся украшения. И ты разберись, какие. Если простые, то нормально. А если не очень, то посмотри, сколько у тебя денег. Потому что, ну, ее желание... Эй, не пропадет никогда. Ну, то есть вот это вот украшение, допустим, ей нравятся брюлики. Ну, и будут всегда брюлики нравиться. И ты смотри, у тебя деньги, как бы, на это есть. Причем, если женщине нравятся брюлики, значит, по судьбе и положен именно такой мужик, который может эти брюлики зарабатывать. Но при этом она достаточно красивая, то есть, ну, как бы, у ней на это все есть, чтобы такого человека привлечь. Другой женщине, допустим, нравится ездить куда-то. И ты это не изменишь. Ей надо будет постоянно куда-то ездить. Если она не ездит, она будет с ума сходить. Поднимите руку, кому нравится ездить. Хорошо. Ну, надо мужчины, чтобы узнавали об этом чуть раньше. Вот. Потом третьей женщине нужно общаться с девочками, с девчонками, как бы, общаться. Много общаться. И это тоже не отменишь. Это ее вот каприз такой. Или, допустим, ей нравится, ну, это вообще классно, если это так, ей нравится, допустим, готовить. И она будет тебя заготавливать просто, как бы, ну, мне кажется, это нормально для некоторых мужчин. Ну, то есть, ты разберись, чего ей нравится. Ну, то есть, что-то есть такое в ее психике, чего ты не отменишь. И если ты с этим не согласен, то ты всю жизнь будешь страдать от этого. Вот две вещи, которые в женщине, как бы, надо разобраться, когда ты женишься. Теперь с мужчинами сейчас будем разбираться. То есть, если душа хочет знания, победы над судьбой, развития, хочет преодоления трудностей, ее все уже задолбало, ей хочется, как бы, душе прорвать оборону своей судьбы, то тогда она рождается в мужском теле. И сразу, вот, в результате этого желания и формируется соответствующее тело. То есть, тело способное переносить тяжелые нагрузки, способное не чувствовать боль при прикосновении. Там, мужчина шлепнул по барабану. Женщины замечают, когда они бьют маленького мальчика, как бы, своего ребенка по попе, они замечают, что он в какой-то момент вообще перестает на это реагировать. Он просто привыкает, как бы, терпит удар. Она его бьет, он стоит, как бы, кряхтит. А у нее уже руку, она уже руку отбила, а ему по барабану, он как бы терпит. Это мужское тело. Оно приспосабливается к аскезам, к нагрузкам, к боли, привыкает к лишениям, к холоду, к голоду, ко всему, что может человека жизнь разрушить, мужское тело. Все это способно пересилить, переварить, перетерпеть. И становится крепче. Вот, допустим, если мужчина совершает аскез, чем больше он совершает аскез, тем здоровее он становится. Вот мужчине для того, чтобы быть здоровым, надо просто заниматься спортом, и все. Ему не надо там лекарства пить, потому что это женская тема, потому что женское тело очень чувствительно, ранимо, и постоянно его в балансе держать очень сложно. Ей надо кушать то, что ей надо, иначе плохо сразу становится. Вообще, в целом, как бы, у женщины есть три стадии заболеваний. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, и третья – вдова. Знаете, вдова знает, что такое? Что муж уже умер, а она все больна. Потому что у женщины есть одна особенность, это то, что я не сказал. Если ей плохо, то мужу будет хуже. То есть она сама, как бы, у себя что-то не отдают в этом, как получилось. Поэтому, если она очень больна, то муж помер. На следующей стадии, конечно, не сразу. Она больна, так и осталась. Ладно, это была такая небольшая шутка. Движемся дальше. Итак, да, кстати, знаете, почему женщины больны? Есть две причины. Сильная чувствительность делать женщину больной. И вторая причина – лень. Тело само по себе очень расслаблено у женщины. Оно постоянно его тянет вниз. То есть оно расслаблено. Его тяжело заставить бегать там, зарядку делать. Нереально просто. Ну, тело такое, оно хочет наслаждаться просто. Обалдеть. И поэтому у женщины самое лучшее место в квартире – это кровать. Она чувствует себя в кровати супер просто. Поэтому надо подобрать кровать, очень важно, чтобы была нормальная. Ну и кухня, соответственно, тоже. Кухня и кровать – как бы два основных места, где вот женщине очень хорошо на счастье испытывают. Ладно, возвращаемся к мужчинам. Итак, мужчины не все как бы в психике предназначено для того, чтобы стать крепким, терпеливым, мудрым, волевым, храбрым. Вот мужское тело все это дает человеку. Но единственная одна проблема заключается в том, что в мужском теле нельзя расслабляться. Если ты решил как бы побалдеть, погулять там, поотдыхать, то оно сразу начинает разваливаться. То есть разваливается психика, человек приобретает вредные привычки сразу. Или разваливается тело, оно становится больным. Ну то есть другими словами, в мужском теле для того, чтобы быть здоровым, человек должен совершать аскезу. Он должен или пробежки там, или там зарядка, или плавание там, закаливание. Чего хочешь, выбирай, что хочешь. Там большой спектр любой физической нагрузки. Но если говорить о мужчине вообще, если мужчина не взял себе что-то из этого в жизни, то он никогда не сможет быть успешным. Это невозможно. Потому что волевой фактор у мужчины, который дает ему как личности созреть, действует только через тело. Поэтому каждый мужчина должен начинать свою жизнь нормальную. С тренировок. Какие тренировки он будет совершать, это уже зависит от его конституции, от его предпочтений и так далее. Но если мужчина не тренирует свое тело, значит все остальное в его жизни тоже будет проседать. Потому что первое, что мужчине нужно развить, это терпение, силу воли, выдержку и храбрость. Чувство, что я могу достигать цели. Вот эти чувства все в отношениях с телом развиваются у мужчины. А потом дальше можно включить, что хочешь там. Психику уже тренировать там и так далее. Но опять же, для того, чтобы быть здоровым, мужчине достаточно просто заниматься спортом. Еще раз повторяю, это очень важный момент. Вот потому что мужчине не надо лечиться, в принципе. То есть тело настолько сильно способно переносить нагрузки, что лечиться не надо. Нужно просто заниматься спортом и все. И это будет достаточно, чтобы жить нормальным, здоровым человеком. Следует знать, что и у женщины, и у мужчины, и у мужчины недостатки. Когда выбираешь мужчину себе, женщина выбирает мужчину, всего две вещи нужно знать о нем. Ну, которые потом дальше... Ну, если ты не хочешь пострадать сильно, то две вещи, которые надо знать. Первое, его вредные привычки, потому что, ну, все мужчины склонны к перенапряжению, и они снимают напряжение или правильно, или неправильно. Если мужчина неправильно снимает напряжение, это 90% случаев, все живут в основном сейчас неправильно, то у него будут какие-то проблемы. То есть это или... Ну, есть большие проблемы, есть небольшие. То есть если он там играет в компьютерные игры, если он там, допустим, базартные игры какие-то играет, там ходит в парк, ему нравится там на каруселях кататься, или смотрит боевики, то это небольшие проблемы. Если он выпивает, курит и гуляет, это уже большие проблемы. Если у мужчины есть какая-то вредная привычка, ее просто так не уберешь. Потому что, чтобы ее убрать, надо, чтобы он научился как-то по-другому отдыхать. Потому что все эти вредные привычки у мужчин возникают только из-за перенапряжения. Нет другой причины. Почему перенапряжение возникает? Потому что мужчина всегда стремится к чему-то в жизни. И если он не снимает себе напряжение, вот это стремление к чему-то вызывает напряжение. Если он не умеет снимать себе напряжение, значит, тогда его жизнь придет к поражению рано или поздно. И правильный образ жизни, то есть здоровый образ жизни, когда человек контактирует с природой, с движением, с добрыми людьми, с молитвой. Мужчина, когда гармонично живет, никогда нет переутомления, перенапряжения, нет вредных привычек. Можно избавиться от всего этого. Но все равно, если женщина начала встречаться с мужчиной, она должна знать, что бывают тяжелые вредные привычки у мужчин, а бывают не очень. И лучше выбрать не очень, чем тяжелые. Потому что если уже пьет, гуляет и как бы дерется там, психует, то это уже тяжелый случай. То есть лучше с таким человеком не связаться, потому что может быть еще хуже потом. Вторая проблема у мужчины – это его направленность. Ну то есть некоторые мужчины направлены на деградацию, и это не поменять женщине, или поменять с большим трудом. И это выбор мужчины. А некоторые мужчины направлены на развитие. Вот мужчина, если направлен на развитие, и он борется с своим вредными привычками, работает над собой, то такого человека стоит выбрать. Даже если у него есть вредные привычки, он не сильно развит как личность, то он сильно разовьется в результате своей направленности. Часто мужчины, которые уже развиты, 10 человек на место, его не выберешь особо. Или он просто не хочет шиниться и швыривает от всех женщин от себя. Или вам он не достанется. Ну то есть остается один только вариант – это мужчина, который устремлен к работе над собой, но при этом как бы не такой крутой, как хотелось бы. Все. Вот это и есть то, что надо выбирать. Если как бы женщина понимает это, то она мудрая. А если не понимает, значит глупая. Итак, то есть, как выглядит мужчина, который направлен на развитие? Такой мужчина может быть не развит, но он сильно хочет, вот такой мужчина не развит и направлен на развитие, сильно хочет зарабатывать нормальные деньги. То есть он хочет найти себе работу, он хочет работать, хочет быть успешным в жизни. Это правильная направленность неразвитого мужчины. Правильная направленность развитого мужчины – это духовная жизнь, молитва. И это и есть быстрый и сильный способ найти себе работу, стать успешным в жизни. То есть два компонента правильно направленного мужчины. Это физическая активность, то есть он как бы следит за своим здоровьем сильно и развивает себя духовно. Это значит, что мужчина уже скоро будет успешным. Он уже как бы развитый как личность, понимает, что надо не горизонтально развиваться, а вертикально. То есть когда мужчина пытается в работе в какой-то стать успешным, то это горизонтальное развитие. А если он хочет стать успешным через работу над собой и духовную жизнь, то это вертикальное развитие. Его статус в обществе меняется, и поэтому работа будет другая. То есть мужчине очень легко поменять свой характер. Если он правильно живет, правильный образ жизни ведет, его характер становится безукоризненным через какое-то время. И он может быть очень высокий статус в обществе занять, потому что это от характера зависит. Если люди увидят, что ты классный человек, они тебя сразу возвысят. Вредные привычки тоже отваливаются из-за того, что человек правильно живет, и он становится более эффективным, и это на той работе даже, на которой работает. Ну то есть само по себе, если мужчина думает, что надо больше работать, как бы и учиться больше, чтобы специальность осваивать, то это просто не развитость. Но это признак того, что такого человека надо выбрать, потому что он правильно направленный. Правильно направленный мужчина, он все равно будет лучше со временем. Так устроен мужчина. То есть если он правильно направлен, он будет лучше. Если неправильно направлен, может быть директор завода там, крутой очень человек. Но при этом он любит гульнуть, повыпивать, расслабиться. То есть у него очень крутая возможность в жизни, да? Но направлен он неправильно. Откуда он получил эти возможности? Скорее всего, он сынок какого-то банкира или еще что-то. Ну, то есть, такого человека выбирать не надо, потому что очень скоро он деградирует, и вы с ним жить не сможете. Понимаете, неправильная направленность даже хорошего человека приводит к поражению всегда. То есть, мужчина всегда идет в ту сторону, в которую он направлен. Он не меняет свое направление. Или меняет очень редко, с большим трудом. Поэтому выбирайте тех, кто направлен правильно. Когда уже выбор состоялся, молитесь Богу. Если видите, что не туда идет человек. Ничего страшного. В молитве все можно перевернуть и поменять. Но не так быстро. То есть, нужно время. Теперь об отношениях. Вот смотрите. Очень важно понять одну вещь. Что отношения между мужчиной и женщиной по сути, по своей, это жесть. Просто жесть. Почему? Потому что каждый человек, и мужчина, и женщина, все хотят счастья. Счастье они понимают неправильно. То есть, счастье означает, ты добавь меня, делай для меня то, что мне надо. Все. То есть, женщине что надо? Ласка, забота, внимание. Для мужчины это все аскезы. Вот мужчине ласково говорить с женой, это аскеза. Внимание ей уделять, потому что он пригружен работой, как бы разгружаться. И я перед женой, это аскеза. Вот. И так далее. Все это аскеза. Вот то, что женщина. Ты что, не можешь просто по-доброму слову сказать? Не может. Вот у них женщина. Ему очень тяжело вот так взять. Переходите, ты моя хорошая, моя дорогая. Очень тяжело. Чтобы психика по-другому устроена. Вот представьте, вот слону вот легко или тяжело, или откуеньку станцевать. Тяжело. Потому что он слон, у него такое тело. Мужчина тоже говорит, да вы, дорогая, тебя так люблю, ты такая хорошая. Но есть мужчины, конечно, который так вот. Им легко, допустим. Но работать тяжело тогда. Вас не устраивает такой вариант, да? Заранее, сразу, как бы. Я как жизнью-то наслаждаться буду рядом с этим человеком? Да никак. Поэтому остается один вариант. Необтесный мужик. Если хотите, чтобы он был добрым, ласком, хорошо, воспитывайте его. По-доброму. Давайте ему возможность поменяться. Итак, мои дорогие друзья, вот эта жесть в отношениях возникает только по одной причине. Потому что мы неправильно понимаем, как приходит счастье в личную жизнь. То есть наше понимание очень примитивно и просто. Нам кажется, что оно приходит через просьбы, требования. То есть мы начинаем, как бы, требовать, просить друг у друга вот этих всех вещей. Ну и в результате наступают скандалы и так далее. Ну то есть это не работает. Вот, допустим, если я хочу отчета от близкого человека, от этого только портит отношение. Чем посильнее ты хочешь, тем больше скандалов. Потому что, допустим, мужчина от жены хочет послушания. Послушание для женщины – это аскеза. Вот ей говорят, да, мой хороший, да, очень трудно. Тогда вы скажете, а что, почему, как бы, по ведической культуре, говорит, женщина должна... Да, мой хороший, себя говорит. Да, мужчина должен очень ласково, нежно женщину себя вести. Это его долг. А женщина должна вот так, головой всегда перед ним. Вот это ее долг. Но выполнять свой долг очень трудно. Особенно, когда жена капризничает и ласково, нежно с ней говорит. Просто невыносимо. Очень трудно. А она капризничает, потому что у нее испорчилось настроение. А настроение, если у нее испортилось, она с этим ничего не может сделать. Поэтому она и замуж выходит, что она сама с собой ничего не может сделать. Кто-то должен ей помочь. Она надеется, что если муж будет, он как поможет мне справиться с моим характером, настроением. Так или нет, женщины? Вы же так думаете? Да. Ну, надейтесь, да. Он, блин, он не хочет справляться. Помогать мне не хочет. Несправедливо, да? Я хотел вот этого, а не получил. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? Что сама по себе идея требовать – это то, что все люди делают. И эта идея всегда разрушает семейную жизнь. Почему мы требуем? Потому что жажда, мучает жажда, счастье. Люди хотят счастья в отношениях, потому требуют. И поэтому наступают скандалы. И поэтому, мы говорим, сама природа отношений – это жесть. Ну, вот сзади женщина там, в розовеньком. Ну, тогда поднимайте руку сразу, вставайте, чтобы вас видели. Садитесь. 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 очень сильным инструментом для того, чтобы побеждать судьбу. Вот сейчас ваша судьба вам говорит, я тебя буду мучить, и ты будешь страдать от меня. Ну, то есть его мать олицетворяет вашу судьбу сейчас вместо него и ваши дети. Но если вы начинаете молитву, то есть сильнее молитесь, то наступает момент, и по-доброму к ней относитесь, несмотря ни на что, стараетесь, как бы. Приходит время, и она начинает к вам хорошо относиться сначала. Это первый признак победы вашей судьбы. А потом дальше она ему говорит о том, что вы поменялись, и вы хорошая. То есть начинает ему стучать по мозгам. А у него через полтора года начинается плохой период, связанный там с личной жизнью. Ну, то есть стоит-то он по-любому разойдется хоть как. Хоть вы молитесь, хоть не молитесь. То есть он тоже имеет отношение с Богом. Бог уже запланировал ему дать по башке через полтора года. Вот. Но понимаете, куда он дальше пойдет, вот в чем вопрос. Если мама будет на вашей стороне, он просто как, ну, придет сто процентов к вам, потому что он очень доверяет своей маме. И он в целом такой человек очень доверительный, просто он пошел на принципы в отношениях с вами. То есть он просто психанул, как бы, и пошел на принципы. Решил вас наказать, как бы, вот с того, что произошло. Ну, я это понимаю. Да. Но потом, как бы, сейчас, если посмотреть, как он к вам относится, то он ну, он сильно беспокоится, раздражен, что вы живете с мамой. Потому что он чувствует, что это дает вам полномочия над ним, какую-то силу. И он боится этой силы. Он боится, как бы, что его отношения, которые сейчас есть, они могут от этого пострадать. Ну, он-то один очень по этому поводу. Да. Чтобы было быстрее по всему продавать, как бы этот вопрос решился. Вам не надо ее продавать. Вам надо... От меня меня зависит. Это его решение. Ну, хорошо. Вы просто молитесь, чтобы вам быть вместе. И если Бог милостив, то она не будет продаваться. А вы наладите отношения с мамой. И тогда ему деваться некуда. Он вернется к вам. Это самый лучший вариант для вас. Положите на это какое-то время. Вот дайте себе возможность исправить ошибку. И если вы, как бы, исправите ее, а, как бы, по вашей судьбе на это где-то год нужно, то если вдруг он не вернется, или квартира продастся, если все это произойдет, а вы все сделаете, свою работу, то Бог вам даст еще лучше другого человека. Если человек идет в сторону победы над судьбой, он не от семьи идет, а в сторону семьи, то Бог защищает такого человека. Или вам этого мужика Бог даст, или другого. Какая разница. И тот будет хорошо к вашим детям относиться. Ну, то есть, надо просто пытаться сейчас вернуть отношения. И все. Потрать на это год. И через год должно все уже быть понятно вам, по крайней мере. Почувствуйте. Еще у меня такой вопрос. Нужно ли разрешать, как бы, я про это думаю, в какой-то момент я хотела отпускать детей туда, в ту семью, но я не очень доверяю этой женщине. Не потому, что она убила у меня мужа, совершенно не поэтому. Просто, ну... Надо отпускать обязательно детей в ту семью. Потому, что если вы будете отпускать, она просто с ума будет сходить, портить ему мозги из-за этого. Ваши дети станут очень сильным звеном, как бы, в этом во всем. А я переживаю за то, что мои дети станут хуже относиться ко мне. Потому, что... Не, наоборот, вас больше уважать будут. Наоборот, они поймут, сравнят, как бы, увидят, что с той вообще не вариант жить только с мамой. Я вот так вижу ситуацию. Спасибо большое. А помимо молитвы и наложения... А молитва сначала дает спокойствие в сердце, а потом знание дает молитва. И когда вы на второй уровень молитвы выходите, вот в этой ситуации, вам не нужен будет Олег Геннадьевич, чтобы все это понять. Вы сами реально будете все это понимать, то, что я сказал. И представляете, как легко жить, когда ты все знаешь, что происходит. Понимаю, они приходят, но иногда такая путаница... Ну вот это чувство, что, наоборот, надо отпускать детей, вам приходило в сердце? Да. Что она будет нервничать из-за этого, и как бы они тоже, дети, все поймут. Приходило это чувство? Да, у меня было такое желание. Мы опять с ним попались, и как бы он высказал все, что вам не думает, и я передумала. Вам надо научиться терпеть характер человека. У него сильный характер, вы просто как бы... Ну, не реагируйте на это, старайтесь вытерпеть характер. Ну, спасибо большое. Все нормально будет, вы не будете ругаться ни с кем. Мама на вас обижена сильно, вы ее как бы успокоите, по-доброму к ней относитесь, она оттает. Она тоже такой нормальный человек, просто она обижена. Спасибо огромное. В тот момент, когда у вас был развод, вы очень гордые были, очень гордые. Вот смотрю на вас, прям капец. Есть, как я... На пьедестале почета прям. Это я как-то не думала себе. Но сейчас я признаю. Жизнь корректирует все. Редактор субтитров А.Семкин